Здравствуйте, скажите, что не нравится женщинам и на что они могут обижаться. Большое спасибо. Есть два элемента жизненно важных, которые вы должны знать. Мужчина это тот человек, который, если ругается, хочет развестись и все забыть, и бросить, и все разрушить. Мужчина это тот человек, который ругается, как ни странно для мужчины это слышать, для того, чтобы объединить. Женщина ругается, что она хочет? Вот такой вопрос. Запомните, когда мужчина ругается, у него претензии, он хочет оттолкнуть, убежать, разорвать, поломать, разрушить. Почему? Потому что его никто не хвалит, на него никто не обращает внимания, и самое интересное, ему не дают, с ним не спят и так далее. То есть нет секса. И второе. А женщины? А женщины нет. У женщин тема другая. Они, когда ругаются, это хорошо. Почему? Потому что в этот момент они хотят объединить. Они хотят что? Они хотят, чтобы больше им внимания. Какого внимания? Запомните. Когда вы высказываете что-то женщине, она этого не слышит. Это выглядит так. Я тебе сейчас объясню. В этот момент она ничего не понимает. Она уже не понимает. То есть она не слышит ни одного слова, которое вы говорите. Потом, когда вы закончили, если она не перервала вас, но она будет об одной и той же теме вам говорить. Потом вы начинаете объяснять, она не понимает, почему так устроена женщина. Что она понимает? В момент, когда женщина хочет объединять, она не готова, чтобы кто-то отталкивал. Что ожидает женщина? В момент, когда женщина ругается, мужчина обижается и хочет убежать. Хочет оттолкнуть. А она хочет другого. Она хочет, чтобы он подошел, обнял ее. Запомните. Если женщина ругается, если женщина нервничает, кричит, обижается, то ей необходима ласка. Подходите к ней. После того, когда она покричала, все высказала. Говорите, ты мое счастье. Я тебя люблю. Давай вместе мы с этим справимся. Обнимаете ее и целуете. И говорите, ты у меня такая красивая. Она может показывать вид, что она ничего не слышит. Но это не так. Она все слышит. В этот момент она все понимает. Если вы начинаете со слов, а ты у меня самая лучшая. Зато ты у меня хорошая, ты красивая, ты мое солнце. Поняли? Вот так нужно. Почему кошка с собакой? Потому что, когда кошка поднимает хвост вверх, и собака поднимает хвост вверх, то у собаки это обозначает. Собака хвост вверх поднимает, потому что она хочет нападать. И она бесстрашная. А кот во время того, когда он заинтересован, поднимает хвост вверх. Кот, когда поднимает хвост вверх, для кота это значит, я тебя люблю, ты хороший. Так вот, женщина ругается, она хвост вверх поднимает. А мужчина думает, что хвост вверх это время, когда надо нападать. Да если женщина ругается, не нападать надо, а целовать. Это особенность такая. А если мужчина ругается, промолчать. Это тоже одна из особенностей. Почему? Чем больше говорить, тем хуже будет. Мужчины сложные. Они клемят. Он говорит, ага, вы забыли через час. А он может помнить годами. Женщина пережила за одни сутки и уже не помнит на третьи сутки. А он может годами помнить. А вот помнишь, ты мне всегда говорила. Да это было один раз сто лет назад, уже все забыли. Нет, он не забыл. Он все помнит. На что женщина обижается? Женщина обижается на то, что и не говорят. Ты у меня самая красивая. Я тебя люблю. Ты самая особенная. Ты мое счастье. Мое. Ты моя любовь. Ты моя родная. Ты моя любимая. Ты моя дорогая. Обнимайте ее. Женщины тактильные. Их нужно трогать. Их нужно гладить. Вы ходите замуж, женитесь на молодой женщине. Или всегда помните, когда женщина взрослеет, то она для себя всегда молодая. Взрослеют мужчины, взрослеют животные. Женщины не взрослеют. Они всегда молодые в душе. Поэтому к женщине любой, какой бы возраст у нее не был, отношение должно быть, как к молодой девушке. Какое? Она самая красивая. Она самая приятная. Она самая родная. Она самая любимая. Гладьте ее, как будто она в юности такая же. Вот чего они хотят. И вот на это обижаются. Мужчина объясняет, обижается, не трогает ее, не гладит, не говорит красивых слов подарки, не дарит. Ну вот и конец. Все, на что обижаются. Вот на это обижаются. Она живет с одной стороны мира, я с другой. На что она обижается? Ну теперь додумайтесь, на что она обижается.